Здравствуйте, хочу сказать огромное спасибо доктору Дэвиду за работу с нами, за нашего сына, что у него такие успехи. Мы прошли уже 8 сеансов и к нашим успехам добавилось то, что наш Димурчик стал выполнять просьбы, поручения. Мы ему говорим, возьми, пожалуйста, эту кастрюлю и отнеси бабушке. Он берет ее в ручки и несет, отдает бабушке. Раньше он ее бы взял и не донес, или вообще бы не взял, отвернулся бы и ушел. Сейчас мы его можем попросить, подай, пожалуйста, вон ту игрушку, или же подай какую-то вещь. Он подает, приносит. Ну, как бы он уже больше похож на обычного ребенка, который все это делает с садиковского возраста. Вот он часто комментирует свои действия какие-то. Он говорит, что нужно спускаться по лестнице осторожно, потому что можно упасть. Или же не подходи близко к костру, потому что могут загореться волосы. То есть он это объясняет, и он запоминает то, что мы ему говорим, и может выдавать. Также Тимур раньше спрашивал, как называются какие-то предметы. Он ходил по дому и говорил, вот это как называется, вот это как называется, показывал на растениях, спрашивал, как они называются. То теперь уже спрашивает, как этот предмет работает, или что с ним делают, его предназначение ему больше интересно. Он говорит уже, что вот это то-то, это растение, допустим, это куст, сантовина, это машина, она ездит. Это машинка, станок, станок работает вот так. И показывает, как он шлифует, или что это дрель, дрель делает дырки. Вот, также Тимур стал оценивать настроение окружающих людей и слова, которые они говорят. Если человек рядом не сердится, он говорит, он сердится. Повторяет чьи-то слова в какой-то ситуации и объясняет. Это говорит, допустим, папа, когда едет в машине. Или там это говорит, мама, когда кормит. Ну, то есть вот так. Очень интересно получается. Спасибо большое. Наш Тимур нас очень радует. Мы огромную благодарность вам выражаем всей семье. Спасибо огромное.